Всем привет! И сегодня на канале Алиэкспресс Страна Чудес будет очередной обзор бижутерии. Сегодня все будет просто сказочно. И сегодняшний обзор я бы начала со слов «На Али товары есть, что не можно глаз отвесть». Именно с этого я бы хотела начать сегодняшний обзор, потому что в предыдущем обзоре одна, по всей вероятности, милая девушка или женщина написала мне самый поганый комментарий за последнее время о том, что я деревенская бабища, которая не знает русского языка, и что в русском языке нет такого слова, не можно глаз отвесть. Милая барышня, я вам настоятельно рекомендую. Почитайте, пожалуйста, нашего замечательного, восхитительного Александра Сергеевича Пушкина «Сказку о царе Салтане». Желаю вам увлекательного чтения этой замечательной сказки. Ну а теперь, мои зрители, я вам покажу то, от чего не можно глаз отвесть. И начну я сегодня, пожалуй, с брошки лотоса. Прилетела брошечка лотос. Сразу говорю о том, что да, у неё не соответствует описание размеру, но, тем не менее, брошка волшебная, сказочная. Тем более, что лотос во многих сказках и преданиях многих народов считается просто волшебным цветком, символизирует возрождение и ещё кучу всего прекрасного. Поэтому брошь лотос, я думаю, что в моей коллекции будет одной из жемчужин. Кстати, хочу сказать, что у нас есть в группе Танечка, которая нашла ссылочку на подобную брошку, там, где она стоит подешевле. Но обратите внимание, что у той брошки, там есть даже в серебре и в золоте, но вот эта вот бусинка-жемчужинка, имитация жемчуга, она там гораздо крупнее, чем вот эта. Лично мне вот этот вариант нравится гораздо больше, вот с такой скромной, небольшой жемчужинкой, чем с огромной такой бусиной, которая, ну, совсем не гармонирует вот с размерами данной брошки. Поэтому я оставлю две ссылочки, покупайте где хотите. Брошечка приехала ещё неделю назад. Приехала она вот в такой вот замечательной коробочке. И всё прекрасно, и всё замечательно. Так и хочется сказать, тут и сказочки конец. А кто слушал, молодец! Подтянула меня на сказочки. Вот такая вот прелесть. Я просто в восторге от этой брошки. Она мне очень понравилась, несмотря на то, что она не соответствует описанию по размеру. Меня этот размер устраивает. И, как вы понимаете, это брошь-кулон. Соответственно, для кулона, если бы она была ещё на размер больше, она была бы такая увесистая. Очень мне брошь-ка очень-очень понравилась. Следующим сказочным сегодня в обзоре будет ещё одно удивительное создание. Вот такая брошь-клубничка. Девочки, мальчики, я когда её первый раз увидела на Али, и что я сделала? Я закинула её в мои желания. Завтра куплю. Завтра захожу, её уже нет в наличии. Вы себе не представляете, что со мной было. Я чуть с ума не сошла. Я перерыла весь Алиэкспресс. Я больше не нашла такой брошки. Ни за сколько, ни за дороже, ни за дешевле. Я написала моему сказочному другу с брошками Вилли и Бэби. Друг, может быть, у тебя есть такие брошки где-нибудь там, из-под полы, что-нибудь такое. Он мне написал, да, у нас есть подобные брошки, но там всё красное. Красная клубничка, красный цветочек. Но он, кстати, до сих пор не выставил её в магазин. Ой, ну что, оставалось только ждать и надеяться. И вот, о, случилось чудо. Эта брошка в этом же магазине появилась в наличии. Я её сразу же хапнула. Она просто волшебная. Она в реальности, вот, ни видео, ни фотография в магазине не может передать, насколько эта шикарная брошка в реальности. Тем более, что это ещё и, опять же, брошь-кулон. Волшебная, восхитительная. Сейчас её опять нет в наличии. Сейчас, это сегодня, на тот день, когда я снимаю видео. Сегодня у нас 6 марта 2018 года. Девочки, мальчики, ссылку оставлю. Забегайте обязательно в магазин. И я думаю, что в ближайшем будущем она появится. Я так думаю, что после китайского Нового года их разобрали. И я думаю, что в ближайшем будущем эти брошечки появятся. Но я, я просто восхищена. Тем более, что ссылочка на неё была в группе ВКонтакте. Так что забегайте почаще в группу ВКонтакте, чтобы успевать купить что-нибудь волшебное. Ну и напоследок сегодня, не на сладкое даже, а вот именно просто напоследок, потому что сегодня всё волшебное. Прилетело мне колечко. Брали с купончиком. Вот такое вот колечко расписное. Я взяла в фиолетовом цвете. Последний был размер 8,5. Мне оно, благо, 8,5 даже на средний палец с натяжкой. Вот так вот. Но оно налазит и потом сидит хорошо. Я его уже повыгуливала. Переливается всеми цветами радуги. И, девочки и мальчики, такие колечки есть в двух магазинах. Я оставлю ссылочки. Но имейте в виду, что размерчики остались только маленькие. Появятся ли эти кольца в этих магазинах ещё, я не знаю. Как я уже сказала, покупали с купонами. Я фиолетовое взяла. Есть ещё жёлтенькие и зелёненькие. В одном магазине подороже, в одном подешевле. И я, возможно, многих удивлю. Это производство ксупинг. Поэтому с этим кольцом ничего не случится очень длительное время. Здесь есть клеймо ксупинга. Ну, я надеюсь, вы мне верите на слово. Здесь есть клеймо ксупинга. Я думаю, что многие девчонки заказали такие колечки. Девочки, кто получил, обязательно отпишитесь в комментариях, как вам эти колечки. Цвет золота абсолютно идентичный, вот как наша 585-я проба. Не отличить от ювелирки абсолютно. И если за таким колечком ухаживать, не мазать его кремами, духами, и не пихать в бытовую химию, это колечко у вас продержится не год и не два. Ну, и опять же, не стоит, я думаю, ходить в огороде копаться с такими колечками. Девочки и мальчики, не забывайте. Это бижутерия. Если вы хотите, чтобы у вас ничего не чернело, не зеленело, не облазило никогда, добро пожаловать в ювелирный магазин. Золото, платина будет вам служить вечно. Ну, а на этой сегодня такой вот ноте я хочу закончить. Кстати, извините, отвлекусь. Брошечка-клубничка приехала вот такой вот коробузьки. Я первый раз такую маленькую коробузьку вижу, вот именно вот такого плана коробочку, чтобы она вот такая вот была, вот такая крокотулька, как со спичечный коробочек. И продавец еще прислал вот такую вот резиночку для волос в подарок. Вообще в магазине много всяких интересных брошечек, но клубничка, она просто шикарна. И еще, я сегодня хотела провести небольшой эксперимент. Я сейчас выключу свет, потому что у меня немножко есть дневного света. И хочу посмотреть, как вот это все будет выглядеть. И вы мне, пожалуйста, напишите в комментарии, как вам при дневном свете. Ну, окно у меня очень далеко. Поэтому я сейчас выключаю свет. И давайте посмотрим, как все эти замечательные украшения смотрятся при дневном свете просто так, да, без дополнительного освещения. Колечко. Такое стало более прозрачное. Вот так вот оно смотрит. Ой! Но ведь не можно глаз отвесть от этого кольца. Фиолетовая последняя хапнула в большом размере. Ну, как в большом размере. Восемь с половиной. Но меня радует, что оно налезает ко мне на средний палец. Лотос. При дневном свете. Конечно, столько блеску нет, но если выйдете на солнышко, это будет вау. И клубничка. При дневном таком освещении. В общем, напишите, стоит ли мне хотя бы в конце, если я снимаю днем, показывать еще все то, что я показала в дневном освещении. Но чтобы вы хотя бы могли тоже. То есть камера иногда искажает свет. В общем, на этом сегодня все. Все ссылочки будут внизу в описании. На колечки будут ссылочки на два магазина. Смотрите сами. Я уже сказала, они могут просто исчезнуть. Даже если маленькие размеры остались, к сожалению, так устроены многие магазины. Если товар пропадает, ссылка сгорает, я уже ничего не могу сделать. Я, к сожалению, не бог Алиэкспресса. Я не могу заставлять магазины. Держать эти товары годами. Потому что многие сейчас приходят, смотрят мои старые видео и потом жалуются. Эти ссылки не работают. Там ничего нет. Но, милые мои, всегда смотрите, какого числа было загружено это видео. Если прошел год, ну, если я могу что-то найти, я, конечно, найду. Пишите в комментариях. Если товара уже не найти, ну, тут уж ничем помочь не могу. Извините, мои хорошие. Ну, а на этом сегодня все. Всем удачных покупок. Мира и добра. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.